Здравствуйте! Это программа «Жить в Белгороде». Если вы думаете, что народные танцы – это не модно и ничего в этом нет интересного, вы наверняка не видели выступление образцового ансамбля народного танца «Калинка». Сегодня у нас в гостях его художественный руководитель Роман Апришко. Здравствуйте, Роман! Здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы выбрали с вами программу. И я знаю, что в этом году коллектив «Калинка» отмечает 20-летие. Для детей это уже второй большой юбилей. В любом детском коллективе каждая пятерочка очень значимая. То есть выключаете 5, 10, 15, 20. Да, 20. И все-таки начнем сначала, да? Вы коренной благородец. Да. И увлекаетесь танцами, как я понимаю, с 4-5 лет. В семье у нас не было ни работников культуры, ни искусства. Моя бабушка привела меня в 4 года в наш бывший ДК. Там нужно было все – петь, танцевать, играть. Почему первый концерт мой на той сцене состоялся уже 5 лет, да? И руководитель, к которому попал, это у нас, так сказать, знаменитый в то время, Юрьевич Миняйлов. Люди старшего поколения прекрасно его знают. Культура танца строилась именно на нем. Для всех он был, кажется, эталоном культуры танца. И в 7-9... Скажите, а почему бабушка? Почему не родители? Так сложилась судьба, что не было родителей у меня. Жил в таком районе, это Савина, Белая гора. Соответственно, сразу бабушка знала, с тех тяжелых районов надо ребенка уводить с улицы. Почему? Если в 4 года она меня отпела на танцы, то в 6 лет я уже попал в музыкальную школу. И в 79-м году уже, когда построился наш дом пионеров, сформировались такие группы, где именно дети. Мне кажется, попал я в струю. Занимался музыкой, как бы и не собирался связывать дальнейшую свою судьбу именно с этой профессией. Желание было совсем другое. Я вообще хотел в мореходное училище, к этому стремился. Вязал эти узлы, потому что жил возле речки, и мне все связано было с рекой и с водой. И прекрасный день. Нет, надо идти все-таки в училище культуры. И в 8-м классе. Да, не продолжал я учиться дальше до 10 лет. Именно знал, что отделение хореографии есть в училище культуры. И пошел сразу просто с удовольствием. На время учебы я не бросал ни один коллектив. Это дворец пионеров, училище культуры. И так как мне уже исполнилось 14 лет, меня пригласил он во взрослый коллектив, это витаминного комбината. Тяжело? Тяжело, но это хорошая практика. Тем более для будущего танцора, как я себя предполагал, выйти на большую сцену именно артистом. Не руководителем, артистом. Предлагаю сделать такую небольшую паузу и вернуться вот в то время, посмотреть видеофрагмент. Когда появился тандем роман и Маргарита Апришка? Ну, тогда, наверное, еще не Апришка. Тандем получился у нас, когда мы вместе еще учились в училище культуры. Но в наших планах не было создания коллектива. А создание семьи? Создание семьи, да. Прямо еще на третьем курсе. Как заканчиваем сразу после училища культуры, мы вместе, как за тандемом, с супругой поехали в Краснодарский институт культуры. У нас поблизости, кроме Орловского, не было ничего. Я поступаю, супруга нет. Год я учусь. Тяжело, тем более 90-е годы начались очень страшные. Пришлось оставить институт и вернуться. И тут получился полный тандем именно свадьба. Но работали вместе с супругой, это в Губкине, поселок Троицкий. Там начинали мы не с народного танца, а со степа. Первый коллектив у меня было 12 человек, это одни девочки. Именно степистки. У меня супруга с Губкина. Маргарита с Губкина. Маргарита с Губкина, да. Почему? После свадьбы я остался в Губкине. И работал именно в поселке Троицком. И в самом городе это горняк был. Вот там у меня был именно народный коллектив. Взрослые ребята, детей не было еще. Для вас это хорошее время? Вспоминайте как? Время это толчок всей моей дальнейшей судьбы. Вот вся жизнь танцев. Там я работал, но не оставлял наш город. Я приезжал раз в неделю, также помогал своему руководителю Ерёщу. Также помогал на витаминном кабинете, потому что там тоже был сильный коллектив танцевальный. Находилось время. И так получилось, что нужно было вернуться в свой город. И вот мы вернулись в 96-м году. Как пришла мысль создать свою коленку? В 96-м году очень много было творческих коллективов. Как-то они назывались. У кого-то там Тополёк, Василёк. У нас не было даже, где я занимался, названия коллектива в Дворце Творчества. Не было. Был кружок народного танца. И всеми усилиями бывшего директора Татьяны Павловны решили сделать масштабный такой коллектив, куда входил оркестр, хорство «Человек» и танцевальная группа. И его назвали «Пионерская юность моя». Вот под таким девизом мы выступали. У нас было очень много названий. Тоже, как я вам говорю, там «Трастиночка», с «Белгородом» что-то связывали. Также с «Донцом», с «Везёлкой», хотя, думаю, на «Везде лице есть». «Белогорье создали». Необычное. И дети сами предложили названия. Дети не я выбирал. И от маленького до большого. Все в один был, сказали «Калинка». С чего начинали? Где начинали? Как начинали? Начинали, это наш дом «Пионер». В общем, он назывался, сейчас «Дворец творчества». Тяжело было, не было же ни костюмов, ничего. Начали, как говорится, с ниточки, с иголочкой. Супруга шила кушачки. Я не знал слова «обувь», но учился натягивать на колодках танцевальную обувь. И старых списанных сапожек, и туфелек, чтобы поделить ребенка. А действительно, вот приходили к вам дети из довольно сложных семей? Да, малообеспеченных семей. Вот это основной костяк детей, да? Мы противники всех этих вот, что искусство за деньги, нет такого у нас. У нас любой желающий может прийти. Но если он пришел, он должен отдаться полностью. Почему? Если мы в него вкладываем, он должен также отдачу какую-то сделать. А вы отдачу нашу знаете прекрасно. Если пришел ребенок к нам 4,5 года, в 7 лет вы увидите его уже на большой сцене. Как развивалась коленка? Какие проходили этапы? Не сказать, что этапы, не сказать, что постепенно. Мгновенно, могу так даже сказать, мгновенно. В то время слово «развиваться» как бы неуместно было. А как же костюмы? А как же сцена? А как же как бы все это? Костюмы – это большое спасибо родителям, которые это все в те годы на их плечи легло. Очень тяжело. Тоже материал какой-то достают. Не просто материал, а красивый. И он был сценический и выглядел хорошо. Также найти, кто это сошьет все – это очень было тяжело. Большое спасибо, конечно, родителям. По 2 репетиции в день, когда формировался коллектив, и первое пятилетие, когда ансамбль уже было, уже дети показали свое лицо и в костюме, и на сцене. Первое признание пришло вот в 5 лет. В 5 лет – это не только зрителям, и уже нашего управления образованием в первую очередь, потому что непосредственно мы им подчиняемся. Мы при управлении образованием и администрации города Белгорода. Они заметили, соответственно, раз такой коллектив, нужна помощь. Программа появилась. Самая, которая спасла коллектив и начала поднимать – это одаренные дети. Потому что у нас каждый второй, они в своем лице одаренные дети. Как вы сказали, звездочки. Они нет такого слова «мы все звезды». Каждый в своем возрасте – звезда. Сегодня «Калинка» – это коллектив, который насчитывает, ну, несколько сотен, наверное, человек. Да, по 300 человек. 300 человек. Это дети, которые уже знают, куда попали, они просто пришли познакомиться, ушли. Это стабильный коллектив. Во сколько приходит к вам лет? На 5 лет у нас уже существует такая детская танцевальная академия, где мы именно знакомимся с маленькими детьми. Потому что он в 3,5 года уже знает, куда он пошел, для чего он пришел и чем будет заниматься. А не просто привела его там мама или папа за ручку или бабушка. Вот, давай в «Калинку» здесь все танцуют. Нет, он сам приходит и рассказывает. Я пришел к вам в гости, или девочка. Я знаю, что вы… Они почему-то знают, что я не танцевал. А пел. Давайте я вам песню пою, а потом станцую. Вот откуда это? Это получается сарафанное какое-то радио? Принимаете всех детей? Или все-таки отбор есть? Он… Слова «отбор» нет. С каждым ребенком мы беседуем. Вот приходят их 100 человек к сентябре месяца. Мы находим с каждым поговорить. Именно поговорить. Что каждый ребенок себе представляет? С первым словом можно узнать, наш это ребенок или наш. Чем привлекают? Голчат такие приходят, глаза такие раз. Вот накормить их надо, накормить этим искусством. И вот какая-то задержка, пауза во время репетиции у нас недопустима. Две-три секунды – все. Они голчат и голчат, им давайте и кормите. Репетируете каждый день? Каждый день. Поскольку? Вот если 3,5-4 года они занимаются 3 раза в неделю, да, то дети, которые сформировавшиеся вот уже к 7-7 лет, идут в школу, они занимаются каждый день. Поскольку? Минимум 2 часа. Минимум 2 часа. Да, каждый день по 2 часа и сводная репетиция. Это сценическая площадка. Там выходит 3-5 часов. Вот сейчас подготовка идет к этому масштабному фестивалю в Москве. У нас проходят репетиции по 6 часов. И никто не сдается? Слово «сдаваться» у нас такое не принято. Как-то «сдаваться». Все прекрасно знают. И ответственность, на которой на них ложится, какой значимый конкурс, и упасть зря с лицом, да, это не для них. У нас даже по линиям конкурсов цифра 2 не идет, не должно такое быть. Первое место, да? Да. Только лучшее. Это минимально, да. Первое – это хорошо. Высшее – это гран-при. Считали, сколько у вас в копилке первых мест гран-при, дипломов? Вы знаете, 5 лет, когда коллективу было, мы каждую грамотку, каждую медальку считали. Вот, увешивали на стене в кабинете. Вы знаете, после 10 лет мы просто сбились. Если какие-то данные ввели до 10 лет, там-то столько, столько, а там сейчас за тысячи перевалило этих дипломов, тем более даже высшие награды гран-при, вы понимаете, не дадут мне здесь соврать. Мы запутались в них сколько, их невозможно посчитать. Но все-таки как создать в таком большом коллективе? Я хочу сказать, вот наши телезрители еще посмотрят фрагмент музыкальный. И пусть обратят внимание на то, что на одной сцене во время одного номера выступают и малыши, маленькие детки, и взрослые. Вот как вам удается все это многоголосие собрать, объединить, заинтересовать? Есть такое слово преемственность. Маленький за средним, средним за старшим. Шепство какое-то такое, да? Тут даже не шепство. И также в обратную сторону. Большой за маленьким. У нас нет разделения по группам. Вот вы в средней группе, вы в младшую подготовительность. У нас ансамбль, у нас один коллектив. У нас не разделяются на трехлетнего и на двадцатилетнего. Все одно целое. И на сцене они себя чувствуют одинаково. Что пятилетние, что двадцатилетние. Ну тогда смотрим музыкальный фрагмент. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, кстати, в Калинке и ваши два сына, да? Да. Вот сегодня Калинка, руководители Калинки, это вы, ваша супруга Маргарита Петровна Опришко и... Старший сын Ростислава. Старший сын. Старший сын Ростислава. Старший сын Ростислава. Когда вы думали повернуть, может быть, в другую сторону, уйти там, ну не к морским узлам, понятное дело, вот таких, таких периодов за все это время, начиная со студенчества и по сегодняшний день не было? Нет, такого не бывает, чтобы таких сложностей не было в жизни. На них мы не обращаем внимания. Но они есть. Они всегда есть, они всегда будут. С ними мы не боремся, мы на них закрываем глаза. Просто закрываем, не должно быть трудностей. Так же у детей. Если ребенок выходит, что-то не получилось, что на занятиях, он переживает. Я ему всегда говорю, ты выходишь из Дворца Творчества с поднятой головой и с улыбкой. И забудь все. Любого ребенка можете спросить. Так у нас все выходят. Молодая, великая. Вам удалось с коллективом побывать на гастролях, в общем-то, во многих странах. Как вам удается выезжать? Выезжаете часто? Ну, слово гастроли сказать это очень громко. Это у нас международные конкурсы. Ну, соответственно, в этих международных конкурсах есть такие положения, скажем так, в словах гастроли. Признание не только жюри и публики, да. Были такие конкурсы в Чехии, в Испании, где оценивал зритель. Зритель, который на улице. Большая площадь, где собираются по 15-20 тысяч человек. Например, представляется Россия. И оценивает не жюри, а зритель. В Чехии, в Карловых Варах пекло 45 градусов. У нас работают дети Кавказ. Это большие шапки, кинжалы, все. Для них это было, я не знаю, просто зритель не умолкал. Они стояли большим кругом. И мы в центре, нет, вот 40 человек. Отработаешь эту программу, 40 минут, без перерыва. Вот это очень сложно. А что касается выездов, да. Очень большая благодарность нашей администрации. Они в нас поверили. А поверил изначально мэр нашего города, Георгий Голиков. Много было забот в то время, но детей он не оставил. Когда первый раз я к ним обратился о создании коллектива, это спустя пяти лет, как бы тронулись мы, что нас заметили. Да, нашлись средства, послали на первый большой конкурс, это в Москву в 2000 году. Соответственно, поэтапно переходили, менялась власть в городе, соответственно, руководители. И также по цепочке все это передавалось по сей день. Очень большая поддержка. И программа эта «Одаренные дети» очень нас спасает. Я знаю, что каждый номер, вот сейчас на выступлениях, каждый номер вы стараетесь снимать на видео. И я так понимаю, что главная цель потом показать детям, чтобы они посмотрели, как они выступили. Это, сказать, не главная цель, это помощь в работе. Ребенок, если отдался зрителю, которому учатся, да, мы всегда говорим, не забудь бабушку в шестом ряду или дедушку в восьмом ряду. Ты должен, тебя должны все заметить. Соответственно, ребенок уделяет внимание большому зрителю, а сам на себя не может посмотреть тот же концерт. Почему вот с новыми такими техническими возможностями любая репетиция, большая, сводная репетиция, большие концерты, простые концерты всегда ведется съемка, чтобы ребенок мог себя посмотреть. Как его воспринимает зал, как это в общей массе. Если он выходит с солистом, как его воспринимает, как солиста. Это очень помогает. Как бы зал должен встать. Если вы наблюдаете наше выступление, всегда, как принимает зал наш любой танцевальный номер, на любом мероприятии. То ли открытие школы, линейки, какие-то мероприятия. Потому что детей из города очень много, не только из города, Белгородский район там, у нас едут из Северного, из Майского, из Разумного. Видите, не только дети города. Кстати, очень много мальчиков у вас, вот очень много. Удивительно, как вы сумели их привлечь. У нас не было никогда проблем, когда формировался коллектив, как-то моя, даже, да, вот там была цель, начиная с мальчиков. Почему? Обратился я в 20-ю школу, пошел мне где-то на встречу, и я именно набрал 20 мальчиков. 20. И вот 12 из них, а вы прекрасно знаете, это танцоры нашего города, уже это государство, наша филармония белгородская, везде. Это все наши ребята. Кстати, вот да, выпускники. Ну, нету слова выпускников, видите. Они для нас были детьми, для наших участников. Они помогают по сей день, приходят и за помощью, и мы им помогаем, и они помогают. Но это направление танцевальное, как бы, уже для них становится профессией, пусть оно в другом уровне. У них эта профессия стала, да, они закончили нашу институт культуру белгородский, и они все работают по профессии. Вот самое, что, то, что есть. Ближайшие планы, я так понимаю, это Москва, это концерт 24 марта. Это конкурс, национальная премия, конкурс 24 марта. Что еще вот для вас такие вот ближайшие метки? Что вы, что в планах, что в идее? Ну, наверное, слышали, на счет сейчас марафлон нашего юбилейного концерта, 20-летия ансамбля. Мы его растянули на год, потому что такой снической площадки большой и вместимость зрителя у нас не позволяет во Дворце Творчества. И мы, как говорится, проводим, как сказать, не частями, а вот с нарастами, например, русские узоры, там, зимние узоры, весенние узоры. И подводим. Вот следующий у нас концерт, который большой будет, именно к 20-летию, это на Всемирный день танца 29 апреля в Дворце Творчества. И планируем, конечно, на большой сцене, 1 июня, на 20-летие нашего ансамбля, все-таки попасть на нашу главную сцену города Деканер-Гамаш. Вход бесплатный, вход свободный. Да, на юбилейный концерт, который, да, на 10 лет у нас бесплатный. Почему же даже вместимость такого такого... Да, поместители всех, кто захочет посмотреть на Калинку. В первую очередь, это, конечно, идет предпочтение, это нашим ветеранам танца, которые начинали вместе. Конечно, предпочтение всегда им отдается, соответственно, родителям. Еще один музыкальный фрагмент, вот наша программа никогда не была так насыщена музыкальными фрагментами, но, мне кажется, это лучшая иллюстрация всего того, о чем мы говорим. Еще один музыкальный фрагмент. Какие-то разногласия. Вот есть по поводу того, что ставить, как ставить? Постановочную работу? Да. Ну, тут хозяин, я вам скажу. Вы? Да. Вы решаете, что будет, как будет. А режиссерам всех вот этих вот мероприятий... Нет, а это помощь всем, все семьи. Все, это все решают вместе. Что касается постановочной работы, как это должно выглядеть, не отдаешь свою власть семейную. Да. А все, что касается вокруг, подготовка, как это преподнести зрителю, конечно, помощь. Это и супруга, и сын, и, получается, его супруга. А как рождаются номера? Вот как? Где-то подсматриваете? Что-то приходит, не знаю. Вы знаете, ни слова подсматривать нет. Оно почему-то раз и есть. Откуда, не знаю. Вот не знаю. И много номеров было раз. Было, где номер, что-то там голый. То ли приснилось, то ли дежавьет. Есть. Отталкиваемся. Почему сейчас новый большой номер делается, именно детей в возрасте в 8 лет. Но подготовка уровня 20-летнего. Вот такая вот тенденция, видите, в технике исполнения танца. Почему ребенок пришел в 3,5, а в 8 он готов до большой сцены. И не просто до большой сцены, а до большого конкурса. Какие-то травмы за это время с детьми? Что-то происходило? Такие неприятные моменты? Травм нет. Есть психологические, которые я говорю. Раз, вот он заплакал, вот у меня не получается. Все, я бросаю, я уйду. И потом вспоминает нашу любимую фразу. Поднял голову, улыбнулся и пошло. Завтра это все забудется. Я понять не могу. Вы берете номера самые сложные. Да. Вы собираете на сцене десятки детей разных возрастов. То, что делают дети, вот если посмотреть. По технике исполнения. По технике исполнения, это что-то там фантастическое. При этом вы не можете не работать с родителями. Но все родители разные, все дети разные. И вы говорите, да нет у нас проблем. Нет проблем. Нет проблем. Тогда вам нужно написать книгу. Да. Вы не первый человек, который говорит это. Но рано еще в мои годы писать мемуары и книги. Не мемуары, а книгу о том, как сплотить и добиться такого результата. У нас есть авторская программа, по которой мы занимаемся. Я ее разработал. Почему? Прошел первые конкурсы. Вот сердце отдаю детям, я в нем участвовал. В этом конкурсе моя была программа. Не как по книжкам все занимаются, а как я ее вижу. И она формировалась. Это называется экспериментальная программа. Десять лет. Именно как ребенок рос. И на этом писалась программа. И что там в основе? Главные принципы работы с детьми от Романа Апришка. Пять. Называется. Основные. Первое. Желание ребенка. Это самое первое. Не просто там мама привела. Это первое желание ребенка. Если он не хочет, нельзя его с подпалкивать. Ну нельзя. Почему же вы спрашиваете, как они все, как они. Он пришел, он знает куда. Это самый первый принцип. Желание ребенка. Возможность родителей. Не в финансовом отношении. Почему, сказал, с этим у нас проще. А именно сил хватает у родителей. Почему много репетиций. А бывают они по две в день. Если ребенок младшего возраста. Ну-ка мама с работы или папа. Находятся бабушки, дедушки. Привести. Привести. Проконтролировать. Проконтролировать. Это самый такой. Это очень важный момент. Дальше третье. Как картинка. Вы должны, я как руководитель, должны уодеть. Это не головная боль родителей, не детей. Он отдался мне всем. Талантливый ребенок во всем. Я должен эту красоту представить на суд зрителя. Это моя проблема. Вот третий принцип. Это мое. Расшибись. Там найди. С администрацией поговори. Все сделай. Сразу. Четвертое. Самое такое. Это уже эффект, который дети большой процент идет. Они уже знают, куда они попали. Это их будущая профессия. Вот почему танцоры. Вы видели, сколько в городе. Особенно мальчиков. Все мальчики это нашего ансамбля. Все. Все танцоры. Которые прошли через Калинку. Которые прошли. Да. Не выпускники, а прошли через Калинку. И пять. Все. Это признание сформирования ребенка. Артистам или преподавателям. Такие есть. Нас много работают. У нас в Академии в Москве работают. В Академии искусств. В Кжиле работают. В Люмине работают. Это наши выпускники. Именно педагоги. А, кстати, семейные пары в Калинке образуются? Да. Много? Такие же, эти семейные пары, получается, они не танцоры. Кто-то юрист, кто-то программист, кто-то в больнице работает. Ну, пара семейных коллективов были. Но они своих детей опять привели сюда. Кроме танца, что-то в семье, какие-то увлечения еще есть? Что-то еще? Вот чем? Для вас будет это удивление. Даже слово не хобби сказать. Но мы любим землю. Все свободное время отдаем земле. Помидоры, огурцы. Тем более, живем где? Возле речки. Соответственно, все, что касается отдыха, кроме земли. И речка, которую мы не забываем, где у нас есть и лодка, и все остальное. Также весь коллектив приезжает к нам у гостя. Помещаете? Вы знаете, помещаемся. Пусть не сразу вместе, но сотнями пребываем. Вы казак? Вы же входите в казачье общество? Да. Я больше 25 лет казак, потому что я казаком стал, когда попал на Кубань. Институт культуры. Краснодарский край. Я проехал завод в Систанице с концертами, когда учился. А что вы вкладываете в понятие, вот я казак? Ну, в обществе есть мнение, но ряженые люди, которые просто... Нет, ряженые. У нас каждый из себя ребенок считает тоже казачком. От мала до велика, потому что они прекрасно знают. Они, например, знают, чем Роман Анатольевич занимается, не в свободной, а вот такое. Есть пронюсное время, говорят, Роман Анатольевич, они вчера были в шоке. Я звоню, а мы вчера в усиленном наряде по пожароопасности. Вы ходите в усиленные наряда по пожароопасности? Конечно, я сейчас отвечаю за сектр Белой горы полностью. И вот вчера... И Роман Анатольевич ходит по Белой горе? Вчера мое задание было, я с 11 до 12 должен был обойти каждый двор с учением предписания решений. Каждый двор, это 200 домов по одной и по другой улице. Это я успел сделать, отчитался. Наступает момент репетиции, а до 7 часов, как бы, еще светло, я еще не сдал свой пост. И, соответственно, казаки, это у нас наши те же родители, которые детей возят. И получается, вчера без 15, 7, загорается в районе Савина сильный пожар, а я на посту. А у меня младший сын с биноклем стоит, папа туда, а я громкую связь, дети сразу слышат. Так, тихо, дети все моментально. Раз, тишина, на пятую точку сели, все, они прекрасно слышали. Что я, какие казани даю? Так же родители нам помогают все дети. Казаки были удивлены, которые приехали не наши, наши, это их наши дети всех знают. А приехали донские, да, если вы видели у нас казачий пляс, как работа с настоящими шашками. Не с алюминиемой, а с настоящими. И резались, и учились, и ребенок в 7 лет, он хорошо у нас шашка владеет. Видите, от танца и казачество все вместе. А что еще входит в ваши обязанности, как представителя казачьего общества? У вас даже, по-моему, должность какая-то есть, да? Да, я заместитель атамана. Заместитель атамана? Ну, теперь смотрите, какая еще должность. У нас большая общественная, не то что общественная, а уже не общественная нагрузка. Мы часто выезжаем в Европу. Везде в Европе остались русские корни, остались казаки. Мы находим связь. Нашли в Праге, нашли в Испании, нашли во Франции казаков. Соответственно, с нашим обществом мы их соединили. А какая-то идеология в этом есть в казачестве? Идеология? Дисциплина. Если он сказал, он должен, да, четко, вот это сразу дисциплинирует. А тем более, когда он одел ремень, дали ему головной убор или папаху, ему нельзя другого или в том носу поковыряться, или что-то там где-то сделать нехорошее. Они очень ответственны с этим, особенно если одевают форму. Наша программа называется «Жить в Белгороде». У всех наших гостей заключительным вопросом я спрашиваю, что для вас значит Белгород? Что для вас значит Белгород? Мы родились в Белгороде, юное поколение, да. Если наша жизнь связана с танцем, то мы всю жизнь танца оставляем именно в нашем городе. И дети, всю эту красоту, свой талант и этот успех привозите сюда. Но успех это вам судить, успех у нас или нет. Спасибо вам большое. Это была программа «Жить в Белгороде». Сегодня у нас в гостях был Роман Апришко. Мы встречаемся на телеканале «Белгород-24» каждую пятницу. Увидимся. До свидания.